Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, посмотрим, что у нас тут есть. Интересно, вот как Путин сказал, что не надо про Украину так много говорить. Ну, или что-то в этом роде, да? Сейчас про Украину вообще ничего нет. Про Россию довольно много. Ну, такая туфта! Вот они просто вытягивают из пальца. Ну, вот, например, значит, у меня первым пунктом стоит. Греф сообщил о 35 подозреваемых в утечке данных клиентов Сбербанка. Я вам говорил, что утечка была, да? В банке утверждают, что она затронула 200 клиентов. Боже мой! В Америке вот миллионы клиентов. Ну, тоже бывают, конечно, скандалы, но особо не освещаются. А здесь 200 клиентов. И вот рассказывают подробно, как начали искать. Есть две службы, внутренние и дочерние. Это Герман Греф, значит, в интервью телеканалу «Россия-24». Вот как его отлавливали. Таким образом, сначала удалось определить 35 подозреваемых, потом круг сузился до 4-х человек. Не о чем говорить, вот понимаете, по России не о чем говорить. Нет никаких достижений. Ну, вот это достижение, ну, поймали там одного, да. Как хорошо. Да, вот в конце концов Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника. Ну, ладно. Выявили. 91-го года рождения. Охо. Сотрудник, да. Руководитель какой-то даже. В КНДР заявили о провале рабочих переговоров в США. Вот так. Посол по особому поручению МИД КНДР Ким Мюнгиль заявил о провале рабочих переговоров с Америкой, которые проходили в Швеции. Как пишет Рюнхаб, не знаю, что такое Рюнхаб, в Северокорейске дипломат проводил переговоры со спецпосланником США по КНДР Стивеном Биганом. И, по словам Кен Мюнгиля, американская страна пришла на переговоры с пустыми руками. Ну, конечно, надо было что-нибудь покушать, принести. Так, США решили отсеивать мигрантов по наличию денег. Да, новый закон от Трампа, прямо вот от Трампа. Изменение коснется тех, кто подает документы на американскую миграционную визу из-за границы. Нужно будет доказать способность оплатить медицинские расходы. Вот так. Если вы родители или детей, или супругов сюда перетаскиваете, то вам нужно показать, что вы можете оплатить медицинские расходы. Но это Трамп, больше некому. Искренность самородка. Победителем «Голоса 60 плюс» стал шахтер Леонид Сергеенко. Ну, вот он такой, с усами, с бородой песни поет. Да, закончилось, видимо, да. Ну, вроде проголосовали как нужно. Я хочу сказать, что скандалов не было. Ну, тут вот несколько человек. Те, которые пели там. Если кто смотрел, молодцы. На концерте Ольги Бузовой в Новокузнецке произошла драка. Там Ольга Бузова по Сибири ездит. Вот. И да. А знаете, что там было? Пред началом концерта возле цирка драка была. Беспорядки. Из-за задержки самолета Бузовой представление началось на два часа позже. Люди стали выламывать двери, требуя вернуть им деньги за билет. В какой-то момент пришлось вызывать ОМОН. Ничего себе, пельмень. Да уж, драка. Бузова. Кто-то ее слушает ведь. Песню на русском языке исполнят на Евровидении впервые за 15 лет. Вот так. Почему-то вот решили исполнить песню на русском языке в 2020 году. Тут текст сочинил поэт Михаил Гуцериев. Интересно. А я помню еще Новый год тут смотрел. Мы, расисте, Новый год смотрим с женой. Вот я скачиваю с интернета, да? Смотрим. И тут, знаете, что? Гуцериев. Я смотрю Гуцериев. Раз, Гуцериев. Два. Думаю, что такое? Оказывается, это... Ой, представитель совета директоров, владелец, русский уголь и так далее. У него 6 или 7 миллиардов. Что-то мне кажется, он не это... Сам не пишет. Тут у меня четкое ощущение, что он не похож на поэт, ребята. Ебл. Ну, кто-нибудь ему пишет. Извините, но это было отвратительно. Российские гимнастии получили новую порцию хейта от иностранцев. Ну, дело в том, что я еще посмотрел, думаю, где это, да? А-а-а, это где-то в Баку. И, ну, конечно, всех судей подкупили. И русские там все, прям все, все забрали, все, что можно. Абсолютно. Ну, вот тут, значит, пишут. Пока их поддерживают судьи, они будут выигрывать и с узлами на ленте, и с ошибками. Очевидно, что это не выступление на 30 баллов. А первые упражнения с мячами россиянки провалили. Ну, и так далее. Многие пишут, да. Ну, значит, подыграли. В Баку-то че? Конечно, там можно было купить свои же. Мишель Пфайфер приехала в Москву. Вот, как ребята. Вот она дает интервью. Как это она потертая? Не знаю. Потерли в Голливуде. Участница реалити-шоу на Муз-ТВ пожаловалась на принуждение к сексу. Ну, надо же. Певица Роксана дает интервью и говорит, я даже послушал, что она, значит, пошла на музыкальный проект, но я не могу давать разрешение на съемку в обнаженном виде, в туалетах и ванных комнатах. Интересный музыкальный проект, да? Я не буду плясать под их дудочку, когда режиссер мне будет говорить, сегодня встречаешься с Васей, а завтра он улетает, встречаешься с Петей. Ее мир рухнул, она обратилась к правозащитникам. Какая-то Роксана. Ну, наверное, она поет, если ее певицей называют. Так, врачи в Казахстане... Ну, ребята, вообще ураган. Врачи в Казахстане заморозили младенца, чтобы избежать бумажного лакита. Ребенок родился мертвым. Они его записали уже мертвым и потащили в холодильную камеру. Ну, так полагается. А он ужил. А они не стали продолжать. Нет, умер, значит, умер. Ужас. Чтобы с бумагами не возиться. Ребят, вот что Казахстан, да, что Грузия, Армения, Азербайджан, все что угодно, это все совок. Это все одно и то же. Понимаете? Вон этот пророк вводил 50 лет. Или сколько? 30 лет по пустыне. Народ, чтобы забыли рабство, да? Сколько лет, подскажите, я что-то забыл, что я пораньше. Политику узнала о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского. Новые случаи. Оказывается, министр энергетики Рик Перри просил украинского президента включить в совет директоров нафтогаза представителей США и даже предлагал конкретных кандидатов. Вот такие дела. И потом, кстати, Трамп потом пожаловал, что он звонил вообще Зеленскому только потому, что его попросил Рик Перри. Ну, в общем, там такая банда, ребята. Нехорошая. А! Вот у меня выскочил. Это я у себя телевизор смотрел. И, значит, вылез сайт. Называется Ancestry.com. Вот. Интересный сайт. Ну, там его рекламировали по телевизору. Я решил слазить. 20 миллионов членов. Значит, смысл какой? Можно сделать свое родословное, даже родословное дерево. И тут много-много-много записей. Тут миллиарды записей. Вот. Ну, где-то, наверное, документы какие-то повытаскивали. Вот. И ты можешь, значит, выяснить, кто у тебя родственник, кто чего, как. Вообще-то это интересно. Ну, кто этим увлекается, конечно. Я одно время пробовал писать родословное дерево. Это такое утомительное занятие, но интересно. Если кому-то, попробуйте. Ancestry.com. ФБР задержал. Это сегодня уже задержал и допросил депутата Госдумы в Нью-Йоркском аэропорту. Во-первых, там не выдали. Очень много виз. А во-вторых, вот она прилетела. Инга Юмашева. Вот. Задержали, допросили. Она прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс». Вот. И якобы её допрашивал сотрудник американской разведки. Ничего, пельмени. Тут Володин уже сегодня истерику прям разыграл. Как это так? Как это можно? Ну, ещё ждите Машу. Маша тоже станцует. Так. Значит, ФХР подтвердила смерть хоккеиста Сибири Самбелом Нацяна. Я вчера вам говорил, но в конце концов он всё-таки умер. Он был в очень тяжёлом состоянии. Ну, жалко. Мальчишка, что, совсем. Так. Трамп заявил, что позвонил. Да, вот я говорил Зеленскому по просьбе главы Минэнерго США Рика Перри. Ну, он прям извивается весь, Трамп. Как этот, как уж на сковородке. Припекло его хорошо. Испытания авиабомбы «Дрель» могут сорваться из-за непогоды. Большой заголовок на Яндексе, а тут пояснение. «Авиапро» – такой сайт какой-то, эхидный. И вот они пишут. Несмотря на тот факт, что испытания новейшей российской авиационной бомбы «Дрель» уже должны были завершиться, оказалось, что новейший боеприпас пока что не смог пройти все необходимые тесты. Поводом этому стали вовсе не агрессия разработчиков, как это ни странно, не погода. Это же авиация. Видите, погода какая? Дальше только хуже, заявил глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин в интервью «Интерфакс». Что конкретно следует подразумевать под влиянием погоды, неизвестно. Однако специалисты полагают, что испытания затягиваются из-за технических проблем. Сложно предположить, какой должна быть погода, чтобы не отыскать один-два дня в нескольких месяцах для того, чтобы произвести испытания перспективные авиабомбы. Это что? Интересное оружие. Авиабомбы из-за погоды она не падает. Ну ладно. Всего хорошего. До свидания. С вами доктор Влад.